Здравствуйте! Вы смотрите программу «Правительственная связь» в студии министра культуры по делам национальности и архивного дела Светлана Каликова. Светлана Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Светлана Анатольевна, реализация нацпроекта «Культура» – одно из приоритетных направлений в вашем ведомстве. Как шла реализация нацпроекта в прошлом году и на каких основных направлениях были сосредоточены усилия? Безусловно, в рамках нацпроекта «Культура» основной акцент делается на создании комфортных, благоприятных условий для развития культуры в любой местности, как на селе, так и в городе. В прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» только в рамках этого проекта было построено три новых сельских клуба в Канарском районе, Чебоксарском районе и Вурнарском районе. Кроме того, очень большое внимание уделяется в рамках нацпроекта «Культура» библиотекам. В Чуварской республике в прошлом году, только в прошлом году было создано четыре модельных библиотеки. Это совершенно новый подход к книгам, это совершенно новые условия. И как рассказывает библиотекарь, когда мы посещаем эти модельные библиотеки, поток посетителей намного увеличивается, и особенно эти места становятся привлекательными для детей, потому что дети, они должны читать книги, это они должны интересоваться в первую очередь новинками. Светлана Анатольевна, а вот что кроме цифр, чем, вернее, кроме цифр можно оценить эффект от всех мероприятий по нацпроекту? Я бы, знаете, отметила вот следующее направление. Очень большая поддержка оказывается детским школам искусства. Вообще это направление образования, дополнительное образование очень востребовано в республике. Мы являемся одними из лидеров как регионах ПФО. У нас, если брать среднюю цифру по республике, 14% детей охвачены дополнительным образованием в детских школах искусства. В ряде районов эти цифры, конечно, они и больше. Это и 25, и более процентов, то есть и созданные условия. И внимание родителей к воспитанию и образованию детей позволяют нам сохранять такие хорошие показатели. И вот в рамках нацпроекта «Культура» очень большое внимание уделяется оснащению современным музыкальным оборудованием детских школ искусства. К примеру, в прошлом году Чебоксарская детская школа имени Лукинанова, Чебоксарская детская музыкальная школа, Козловская детская школа искусств в рамках нацпроекта «Культура» почти на 22 миллиона рублей получили музыкальное оборудование. Но это позволяет, конечно же, делать для детей еще более привлекательное музыкальное образование. Создавать условия для их творческой реализации. Конечно же. Создаем условия для их творческой реализации, для того, чтобы дети были всесторонне развитыми. Ну и, конечно же, это очень хорошо оценивают родители. В последующем наши дети, которые получают такое великолепное развитие, великолепную возможность для получения музыкального образования, они становятся студентами как наших учреждений образования в сфере культуры, так они становятся студентами консерватории и в других регионах страны, в крупных городах. Но это позволяет им еще и участвовать во всероссийских и международных конкурсах, да, и завоевывать какие-то престижные награды. Конечно же, конечно. И у нас в республике также проводятся различные конкурсы для талантливых детей. Это и фестиваль детского художественного творчества «Черджин-Черджик-7», ну то есть «Цветы Чуваши», и республиканский фестиваль творчества детей и инвалидов «Хрустальная веточка». Кроме того, Чуварском национальном музее организован был выставочный проект, это «Романтика-революция». То есть самое разное направление позволяет нам национальный проект культуры внедрять в жизнь и создавать новые условия. Светлана Анатольевна, в прошлом году Чувашская республика отметила 100-летие со дня основания, и к этой дате был целый марафон мероприятий, был масштабный план в рамках подготовки к юбилею. Как изменилась наша территория культуры за последние годы в рамках подготовки к выполнению этого указа? Мы действительно очень долго и серьезно готовились к юбилею республики. Со стороны федерации были выделены значительные средства на улучшение, создание новых условий в городе. Я думаю, что об этом больше даже расскажет и администрация города Чебоксара. Что касается учреждений культуры, то за два года, за 2018-2020 годы в республике было отреставрирован 21 объект культурного наследия. А объекты культурного наследия – это очень сложные проекты, к ним нужен особый подход. Могут работать только строительные, к примеру, организации с определенной лицензией, с определенным разрешением для работы. Но вот 21 объект культурного наследия – это очень серьезная цифра. Кроме того, в республике проводились, если говорить про 2020 год, яркие крупные мероприятия. Понятно, что пандемия, она наложила свой отпечаток, но тем не менее. И международный оперный фестиваль, и балетный фестиваль. Впервые в прошлом году у нас состоялся фестиваль «Созвездие земляков». И он был настолько востребован и интересен для зрителей, что принято решение, что начиная с 2021 года фестиваль «Созвездие земляков» он станет постоянным. Так же, как и оперный фестиваль, и балетный фестиваль. И вот в рамках мероприятий, посвященных Дню Республики в июне 2021 года, мы с вами уже увидим наших талантливых земляков, которые приедут и порадуют нас своими талантами, своими номерами. Ну, еще нужно, я бы отметила, знаете, целый ряд выставок был организован и в наших музеях. К примеру, в Национальном музее «Золотая Росса» веков была организована выставка. Наши архивы также не оставались в стороне. В прошлом году Государственным историческим архивом был издан сборник документов, исторических документов, посвященных 100-летию Чувашской автономии. То есть перечислять можно долго. Но я думаю, что все жители увидели, насколько красива наша республика, насколько талантливы наши люди. Ну, к сожалению, подготовка к этой дате и проведение юбилейных мероприятий, конечно, прошли в особых условиях. И, конечно, пострадали очень многие отрасли. Как культуре удалось пережить этот год? Какой ущерб организации культуры? И как планируется вообще возместить этот ущерб? Вопрос достаточно, наверное, сложный в своей постановке. Наверное, нужно отметить, что сотрудники учреждений культуры, сами учреждения культуры, они находятся в более защищенном, благоприятном состоянии по сравнению с бизнесом. Так как они у нас театры, к примеру, это государственные учреждения культуры, заработная плата, независимо от того, были, шли спектакли или нет, наши артисты, режиссеры, они имели возможность ее получать. И мы не даем, конечно, им такую возможность ссылаться на пандемию. И нашим учреждениям культуры действительно были за этот год освоены новые методы работы, до которых зачастую, может быть, не доходят руки, когда мы работаем со зрителями. Это освоение различных интернет-пространств, это цифровизация отрасли культуры. То есть библиотеки проводили, музеи проводили мероприятия онлайн. Спектакли также проходили, это и прямые трансляции были, и записи. То есть в полную мощь работали все учреждения культуры, несмотря на пандемию. И мы считаем, что к 2021 году они пришли уже такие, знаете, подготовленные и понимающие, как работать в определенных ограничительных условиях, когда нет прямого контакта со зрителем. То есть, получается, пандемия научила новым формам работы? Безусловно. Какое-то развитие дала? Безусловно. Мы именно так и видим. А предполагается ли вернуться к практике госзаказа в сфере искусства? Практика госзаказа, можно сказать, она и не уходила в никуда, потому что наши театры, к примеру, это все-таки, еще раз повторюсь, государственные учреждения. Поэтому у них есть определенные планы. К примеру, ежегодно у них должны быть премьерные постановки. Кроме того, в рамках грантовых проектов, которые поддерживаются главой Чуваши, и каждый грантовый проект стоит порядка 2,8 миллионов рублей, в наших театрах появляются новые проекты. К примеру, в театре опера-балета был поставлен балет «Дорога лебедей» на основе чувашских сказок. И вот критики, которые приезжали к нам в рамках балетного фестиваля, они очень высоко оценили. И работа композитора Галкина, и работа художников, режиссеров, то есть и костюмы, и передана была именно атмосфера, наверное, Чуварской деревни, Чуварского какого-то нашего колорита, да, национальной нашей самобытной культуры. В Чуварском драматическом театре также была премьерная постановка. Это Шуй Танчури, Якова Ухсая, раб дьявола. Великолепный спектакль. Я очень рекомендую посмотреть наши премьеры, которые были в 2020 году. А какие еще формы поддержки есть, существуют для наших творческих коллективов? Так, ну, кроме грантовых проектов, это и республиканка и конкурс по отбору творческих проектов профессиональных коллективов Чуварской республики, и конкурс на отбор проектов профессиональных творческих объединений. Мы также поддерживаем и некоммерческие организации. Ежегодно поддерживается, к примеру, у нас бюджет заложен для поддержки двух некоммерческих организаций по 100 тысяч рублей. Пожизненная стипендия назначается нашим очень авторитетным ветеранам, которые вложили огромный вклад в развитие культуры и искусства на территории республики. То есть есть проекты для поддержки работников в сфере культуры. Ну, то есть талантливых людей, талантливых жителей республики поддерживаем, в том числе и стипендиями, пожизненными пенсиями. Да, безусловно. Какие события ждут нас в этом году? Изменится ли форма проведения массовых мероприятий? Форма проведения массовых мероприятий, она не меняется. На сегодняшний день Роспотребнадзор позволяет нам работать с 75% наполнением наших залов. И, к примеру, уже сейчас проходит у нас балетный фестиваль, международный балетный фестиваль, юбилейный, 25-й. Поэтому, если вам интересен балет и нашим зрителям интересен балет, мы, конечно, приглашаем, потому что и своих артистов можно посмотреть вот в такой новой обстановке. К нам приезжают очень интересные гости из других регионов и из Большого театра. Кроме того, я, как уже отметила, у нас в июне состоится фестиваль «Созвездие земляков». Международный оперный фестиваль, который у нас традиционно проходит осенью, и обещает быть очень интересным и насыщенным, подготовка уже ведется. То есть мероприятия есть, и они очень интересные, насыщенные. Ну, вот мы сейчас с вами общаемся как раз в дни проведения балетного фестиваля, да? Вы сказали, что много гостей приезжает, очень много интересных постановок будет. Вот какие спектакли ждут? Я бы, знаете, отметила, у нас в рамках балетного фестиваля проходят творческие вечера наших таких великолепных танцовщиц, балерин. Это творческие вечера Татьяны Альпидовской и Ольги Серегиной. Конечно, они завоевали авторитет в республике и долгие годы служат театру. Кроме того, к нам приезжает театр Памфилова. Я думаю, многим любителям балета, известно, приезжают солисты Большого театра. То есть каждый найдет для себя что-то интересное в рамках балетного фестиваля. Тем более, 9 творческих вечеров. Балетный фестиваль начался 10 апреля. Гала-концерт будет 25 апреля. Еще можно успеть насладиться искусством балета. Да, безусловно. Светлана Анатольевна, отдельно хотелось бы остановиться на календаре года строителей Сурвского рубежа, который в 2021 году мы все отмечаем. И уже прошло много интересных событий. Запущено несколько конкурсов, флешмобов. Что бы вы хотели особо отметить? Я, наверное, не буду рассказывать о том, что уже состоялось. Расскажу, что у нас впереди. Но действительно, для меня, конечно, безусловно, это удивительно, что настолько массовым стало участие людей во всех районах и городах республики, мероприятиях, посвященных году строителей Сурского и Казанского воронительных рубежей. Мы очень много ездим по районам. И я отмечаю, что практически в каждом районе, в каждой библиотеке, в каждом клубе развернуты выставки. Очень многие районы, к примеру, снимали свои фильмы. И мы пришли к тому, что в рамках международного кинофестиваля, который у нас состоится в мае 2021 года, один день будет посвящен именно фильмам, которые сняты в наших районах, нашими такими неравнодушными жителями. Еще, кстати, одно мероприятие, да, культурное, которое в 2021 году у нас состоится? Да, 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 кинофестиваль. Вот один день будет посвящен именно фильмам, снятым в районах. Кроме того, буквально 8 апреля состоялась презентация книги, которая вышла в Чувашском книжном издательстве. Это научно-популярная книга, созданная учеными-историками Чувашского государственного университета и Чувашского государственного педагогического университета. Книга «Память-подвиг строителей рубежей». 8 апреля состоялась премьера спектакля в Чувашском драматическом театре «Инге Клетелей». Здесь мы могли увидеть и трагедию Великой Отечественной войны, и насколько тяжело давалось строительство Сурского и Казанского воронительных рубежей. 20 апреля состоится премьера также спектакля в Тюзе, посвященная подвигу строителей рубежей. Автором стал молодой талантливый драматург Чуваш, это Владислав Николаев, поэтому мы приглашаем на это мероприятие. Что касается еще мероприятий, конечно же, и наш Чувашский государственный ансамбль «Песни и танцы» готовит грантовый проект, осенью он будет показан. Чувашская государственная филармония также готовит проект, посвященный строителю сурских рубежей. И уже в феврале симфоническая капелла под руководством Марисы Еклашкина, она представила проект, посвященный этому подвигу, и они уже показали его во многих районах республики. Кстати, с аншлагом проходили вот эти концертные программы, представленные нашей симфонической капеллой. То есть мероприятий много. И, безусловно, конечно, такой яркой точкой станет строительство мемориала в Козловском районе. Конкурс уже состоялся, Российское военно-историческое общество победителя определило. Это Константин Фомин, который является автором мемориала в Ржеве. Так что будет очень интересно, и действительно будет еще очень много событий. И инициируется также и фестиваль народной песни, потому что люди в районах наших талантливые и, знаете, настолько удивительные, что будет фестиваль еще народной песни, помимо фестиваля кино. Ну, действительно, наверное, строительство сурского рубежа затронуло практически каждую семью в Чувашской республике. Ну, поэтому это так и происходит. Интересно, что люди так откликнулись, почтить память своих предков, которые защищали свою Родину. Светлана Анатольевна, мы начинали нашу программу с нацпроекта «Культура», о том, что было сделано в прошлые годы. Что в 2021 году будет по нацпроекту «Культура»? Мы продолжаем работать в рамках нацпроекта «Культура». И в этом году у нас будет отремонтировано, большое внимание уделяется, трем домам культуры в районах. Это строительство в Маргаурском районе нового клуба и капитальный ремонт в Янтиковском и Батаревском районах в клубах. Кроме того, у нас сегодня пока в планах создание двух модельных библиотек в Чебоксарском районе и в Бресинском районах. Кстати говоря, в прошлом году, в первом полугодии у нас тоже в планах стояло две библиотеки. Но во втором полугодии нам были выделены дополнительные средства, и вот число этих библиотек составило четыре. Будут также реализованы творческие проекты некоммерческих организаций. Будут проведены фестивали детского творчества. Мы, конечно, еще раз подчеркну, работаем очень много с детьми. И кроме того, большое внимание уделяется повышению квалификации специалистов, которые работают в сфере культуры. На сегодняшний день запланировано повышение квалификации 320 специалистов. Это 10% от общего числа работников культуры в сфере искусства. У нас работает порядка 3400 человек в нашей отрасли. Вот 320 из них только в этом году повысит уровень своей компетенции в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих управленческих кадров. В прошлом году эта цифра составляла порядка 220. Но мы надеемся, что это позволит действительно на новый уровень вывести работу как на селе, так и в городе. Спасибо большое, Светлана Анатольевна, за подробный и яркий рассказ о сфере искусства. Надеюсь, что действительно все мероприятия пройдут с большим успехом. И все мероприятия, которые вы задумали, будут реализованы. Спасибо. Спасибо большое вам за внимание. Я напомню, что сегодня гостем программы «Правительственная связь» была министр культуры по делам национальности и архивного дела Светлана Каликова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин